Что делать, если муж не хочет венчаться? Вот в этом вопросе сразу просматривается непонимание одного из главнейших, я бы сказал, элементов нашей христианской жизни. Надо же спрашивать не о том, что не хочет венчаться, а верит он или нет в Бога. Разве можно заставлять мужа, если он ещё не верующий, заставлять венчаться? Посмотрите, как апостол Павел строго, строго просто предупреждает тех людей, которые недостойно причащаются, то есть не имея ни веры, ни благовения, и вдруг приходит причащаться. Даже помните, что он говорит – оттого многие из вас болеют и умирают. И ведь эти строгие слова, они же относятся не только к причастию, они же относятся к любому таинству церкви. Разве можно венчаться неверующему? И вдруг такой вопрос задаётся. Поэтому вопрос-то какой надо было? А что сделать? Сделай, чтобы муж стал верующим, и мы смогли с ним обвенчаться. Тогда вопрос был бы решён. Вы видите, вот какие ошибки допускаем мы, когда подходим чисто формально к вере, к религии. Оказывается, вся религия у нас в чём заключается? Креститься, да, венчаться, понимаете, сходить в храм и так далее. Разве в этом вера наша – религия. Дай мне сердце твоё, сын. Господь говорит – блажен и чисто и сердцем. Кто верует, тот спасётся. Вот. А здесь – венчаться. Как печально! Ну, видимо, это задавал вопрос человек, который очень далёк, далёк от церкви, но только знает, что положено венчаться. И по этой причине вот такой вопрос задал. Спасибо. Продолжение следует...